Лучшие дети. 49 быстро возводимых модулей для детского отдыха появятся в 15 регионах России, сообщает Минпросвещение. Подобная модернизация позволит увеличить число мест для отдыхающих на две с половиной тысячи. Одним числом. В июне утвердят единую дату, когда семьи будут получать выплату из средств материнского капитала на детей до трех лет. Добавим, деньги будут поступать 5 числа не за текущий, а за предыдущий месяц. Расширение функций. В 17 отделениях МФЦ Пермского края начали функционировать секторы пользовательского сопровождения, предназначенные для самостоятельного получения заявителями различных видов государственных услуг в электронном виде. Как рассказали представители МФЦ, центры оснащены сканирующими и печатающими устройствами, а также компьютерной техникой, позволяющей воспользоваться основными государственными интернет-ресурсами. Добавим, в Соликамске также доступны такие центры. Пополнение автопарка. 12 автомобилей скорой помощи и два передвижных медицинских комплекса пополнили учреждения Пермского края. Автомобили распределили между 10 городами Прикамья. Соликамск оказался в их числе. В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что на сегодняшний день автопарк медучреждений края со сроком эксплуатации менее 5 лет составляет 252 автомобиля скорой медицинской помощи. Это 74% всех автомобилей скорой в регионе. Творческий конкурс. Соликамцы от 6 до 16 лет могут принять участие в муниципальном этапе конкурса «Мы готовы к ГТО». До 26 марта нужно создать лучший слоган о ГТО, видеоролик или компьютерную презентацию и прислать это на электронную почту. Дополнительная информация по телефону центра ГТО.